Музыка Специальная коррекционная общеобразовательная школа номер 3, владельцы вот этих вот гаражей и жители на улице Чардаева, что находится чуть выше от нас, вот уже месяц не могут понять, откуда в их подвалах таинственным образом появляется вода. Возможно, что где-то под землей произошла авария то ли сетей ТГК-14, то ли водоканала. Они же все, в свою очередь, с предположениями жителей не соглашаются. Потоп подвального помещения произошел ночью 14 на 15 сентября. То есть 15 сентября при утреннем обходе обнаружили воду. 14 сентября при вечернем обходе воды не было. 24 сентября мы начали готовить подвал к тому, чтобы туда картошку спускать. И там обнаружили воду. Вы связываете это как с подачей отопления? В принципе, да, в одно и то же время это потому, что шло. У вас есть акты с администрацией, что у вас все сухо? А у нас есть. Ничего. Нет, а здесь вы работали. Мы-то полностью обошли. Представитель администрации, я сам там тоже был, вот эта камера, она получается выше Соснову 14. Выше. И на момент проверки там тоже было, получается, парение. Откуда вода тогда пришла? Ну, к сожалению, не знаю. Что было там в этой камере? Ну, парение? У них не парение, у них была полная камера, и она топила нам водопроводную камеру. Мы вам заявку подавали. У нас вода-то как пришла тогда? Объясните. Почему я должен это писать? А что, гидролог? Я не буду объяснять. По гидромету температура грунта на момент замера 13 градусов. Температура воды, где замеряли, была тоже 13, 12 градусов была. То есть, ну, через почву нагрелась. У нас температура воды на сегодня подается, статус, 1, 68 градусов. Обратка 50. Если это наша вода, она не может быть температурой 12 градусов. Но она физически так не может быть. Может остыла. Нет. Ну, а вот здесь у вас какая ситуация? Там у нас были повреждения, которые устранялись. Вы здесь копали на въезде сюда? Еще где-то копали. А водопровод мы не копали. Ну, а сейчас устранено. Водопровод мы нигде не копали, о чем я говорю. Чтобы мы не нашли аварий. Сейчас на данный момент устранено. В августе мы вот здесь... Мы проводили анализы по нашим данным, проведение анализов. А вода не соответствует той воде, которую мы подаем в дома. Не по одному параметру. Обнаружены следы канализационных стоков. Мы полагаем, что это возможно, да, причины. Либо это вода, муб водоканала, может быть, вследствие утечек. Либо это грунтовые воды. Этот спор мог бы длиться бесконечно, если бы не вмешательство депутата городского совета. У нас, знаете, у нас грунтовая вода всегда, когда неудобно признать. У нас на Комсомольской 35 грунтовая вода. Мы подвалы все стоят в воде. И мы радуемся и говорим, это грунтовая вода. Вот у нас лучше этого мы ничего придумать не можем. Кстати, о грунтовых водах. Вот что думают по этому поводу гидрогеологи. Во-первых, что у нас грунтовые воды сезонно, пик дождей у нас приходится август-сентябрь. Если бы это были бы, ну, верховодка, она бы затопила еще в августе, начала топить. Температура грунтовых вод у нас по региону средняя 4-5 градусов до 6. Термальных источников в данном районе не было обнаружено, не картировано. То есть вероятнее всего это техногенные утечки. Итак, подытожим. Большой объем теплой для этого времени года воды вряд ли мог появиться на возвышенности по природным причинам. На ПВЗ нет ни вулканов, ни гейзеров. Значит, виноват человек. И вероятнее всего вот это затопление связано с техногенными утечками. Вероятнее всего термальными ТГК-14. Почему температура 13 градусов? Ну, сейчас, во-первых, температура подающей воды у ТГК-14, наверное, плюс 40, плюс 50 градусов. Потому что, ну, сейчас не пик отопительного сезона. Ну, и имеет то место, что она, растекаясь по рельефу, остывает все равно. Конечно, мы обратились за комментарием в ТГК-14. Вчера проводили экспертизу геологи, и они сказали, что этой грунтовой воды быть не может. Возможно, это вода ТГК-14. И вот хотел бы ваши комментарии услышать. Ну, и обратите мне, пожалуйста, запрос на больше. Я сейчас не на месте буду, сейчас полтора. Так, 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 все поняла. Сейчас этот запрос осталось. А как скоро вы сможете на запрос ответить? Ну, постараюсь оперативно. Это будет не от меня, от специалистов. Запрос мы, конечно же, отправили. И как только получим ответ, обязательно доведем его до сведения жителей улиц Чадаева и Буйко, наших зрителей и, если понадобится, контролирующих органов. Эдуард Жемсаранов, Жаргал Ирдынеев, телекомпания АТВ.